МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Урбан". Программа о городских проектах. День на часах 12.06. Это программа Урбан в студии Светлана Занько и Владимир Сметанин. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой Глобус. Ну и, конечно, с нами наш гость Дмитрий Сергеев, генеральный директор строительной фирмы Маяковская, депутат Законодательного собрания Кировской области. Второй час у нас. Может быть, в целом какие-то итоги первого часа подведем? Да, ну, во-первых, надо сказать, что Денис Крутихин не придет сегодня. Председатель Совета директоров компании Кировские ССК не придет сегодня. Денис Леонидович заболел, мы ему желаем выздоровления. Да, ну и завершили мы первый час включением Элизы Левухина, генерального директора Яуза-проекта вице-президента Союза московских архитекторов, который прокомментировал состояние центра города Кирова и пояснил свои тезисы по поводу того, почему центр необходимо развивать, доуплотнять, застраивать. И даже он выдвинул тезис о том, что Киров мог бы быть городом, который, используя свои полезные ископаемые, можно сказать, свой ресурс лесной, мог бы исторический центр сделать уникальным, надстраивая, достраивая строение из деревянного бруса. Как это делается сейчас в Европе, в Америке. Мы делали такие эфиры по деревянному домостроению пару лет назад, когда еще законодательство Российской Федерации не было столь удобным для деревянного домостроения. Сейчас идут серьезные подвижки, в том числе и этажность увеличена. И я вот постоянно слушаю новости из Московской области, где целые поселки и пригроты возникают уже из многоэтажек деревянных. И даже вот вчера в программе у Ани Лапшиной в дайджесте недвижимости там даже деревянные плавучие сейчас деревни будут делаться на полном серьезе. Несколько штук. И Акиров, который мог бы стать лидером вот в этом, имея свои комбинаты, пока что не использует этот ресурс. И мы даже договорились, что мы сделаем разворот на бизнес, на эту тему. Мы пригласим наших владельцев предприятий по деревянному домостроению и производству этих материалов. И я знаю, что Игорь Владимирович Васильев, губернатор Кировской области, постоянно делает на этом акцент, что необходимо развивать переработку и производство готовых каких-то изделий, а не только гнать лес куда-то, например, в Китай. Я не знаю. Но давайте мы спросим нашего гостя, Дмитрия Сергеева, что вы услышали ценного. Вы очень часто кивали, когда говорил Илья Заливухин, соглашаясь, видимо, с тем, о чем он говорит, что ценного вы вынесли. С чем соглашались? Во-первых, стезис такой, что все-таки локомотивом здесь должна быть муниципальная власть. То есть от нее должны сходить, скажем, первый шаг, первое слово в этом направлении. И он здесь важный момент подчеркнул. Это правила землепользования и застройки. Ну, в частности, города Кирова. То есть, на мой взгляд, это должен быть план развития. А у нас на сегодняшний момент это констатация факта того, что есть на сегодняшний момент. И вот в этом... Поясните еще более простым языком. То есть на сегодняшний момент правила землепользования и застройки содержат карту-схему, где отражены каждый земельный участок, каждая территория, и определены регламенты, что на этой территории может делать собственник. По этим участкам просто. Такое лоскутное одеяльце и каждому лоскутку свои правила. И, соответственно, менять эти правила только через процедуру публичных слушаний. И вот в этих правилах у нас отражена ситуация, которая есть на сегодняшний момент. А никак не отражена та тенденция, то направление, которое бы город хотел бы изменить. То есть ведь не обязательно, что использование сегодняшнего земельного участка должно отвечать требованиям, которые мы закладываем в завтрашний день. И вот это как раз должно быть и в правилах. У нас этого нет. У нас нет стратегии развития города. Абсолютно верно. У нас нет генплана современного города. То есть вот недавно мы узнали как раз на урбанистическом форуме, что отложена разработка генплана города, который нам Новосибирский институт должен был разрабатывать, потому что будет разрабатывать генплан агломерации. А как же город? Я правильно понимаю, если вот эти правила наложить на генплан, вот получится, возможно, тот самый документ, в котором мы говорим? Нет? Генплан, правила на основании генплана разрабатываются. То есть это разная ступень документов. Я хочу процитировать то, что говорил на форуме Илья Заливухин о стратегии развития города. Существует мировой подход к качественному компактному развитию существующего города, то есть реорганизация территорий. Каждый клочок земли используется. Развито пешеходное движение, общественный транспорт, развит бизнес. Это все очень сложно выглядит, но надо понять, что стратегии развития должны быть комплексными. Что это за стратегия? Первая – социальная. Нужно понять, кто эти люди, как они живут, какие у них требования. То есть подготовить техническое задание. Вторая стратегия – экология и инженерия. То есть подготовить технические задания. Вторая стратегия – это экологический каркас города и природоподобные технологии, которые будут работать совместно с инженерными коммуникациями. Третья и четвертая – стратегия транспорта и стратегия зонирования. Зонирование – это очень важно. Это четкое разделение на частные и общественные территории, и территории, которые не могут застраиваться, и которые, наоборот, могут развиваться. И последняя – стратегия экономики и управления. У меня сложилось такое, коллега, впечатление, что именно из-за того, что у нас отсутствует комплексная стратегия развития Кирова как территории, учитывающая все элементы – социальный, экологический, блок инженерный, экономический и управленческий, и мы развиваемся вот так вот хаотично. Такое бромовское движение у нас здесь в городе. И постоянно возникают дискуссии, споры, недовольство, люди не садятся за один стол, потому что просто не понимают, а куда мы идем, да, и чего мы достигнем. А идем ли мы? И вообще идем. Ну, кстати, надо вспомнить, да, что в процессе нашей беседы Дмитрий Варевич такое резонное замечание сделал, да, вы хотели пояснить, что вот этим развитием комплексного центра, вот этим уплотнениям, дабы не вызвать отторжения, нужно тут пояснить. Да, то есть, что не только этим нужно заниматься. То есть, давайте начнем с того, что есть историческая часть города, есть центральная часть города, о которой мы говорили, но есть еще и часть города, которая была построена там в 70-е, 80-е, может быть, даже в 90-е годы, которая тоже должна претерпевать изменения. Есть те территории, которые нужно все равно вовлекать в строительство разного рода объектов, не только жилищного фонда, но и социального, и создавать там рабочие места. То есть, вот не только центр доплотнять, но и вширь тоже, что называется, тоже двигаться. Причем это не обязательно может быть многоэтажное, это может быть и малоэтажное, может быть и среднеэтажное. Почему я делаю акцент на среднеэтажном? Все-таки у нас... А среднеэтажное это сколько? Ну, это таунхаусы, то есть там 4-5 этажей, скажем так, у нас по нормативам. То есть, у нас все-таки стоимость жилья и еще стоимость эксплуатации жилья не самая дешевая к уровню наших заработных плат. Поэтому вот это направление, оно будет востребовано с точки зрения потребителя. Почему? Потому что другого источника финансирования строительства жилья на сегодняшний момент в нашей стране пока нет. Поэтому, как, скажем, уплотнять центр, так и развивать вширь все равно город нужно. Но как? Вот вы подтверждаете слова Залевохина, что вширь надо строить все-таки частные дома, малоэтажки и среднеэтажки? Я бы с этой концепцией согласился. Единственное, у нас есть хорошие примеры реализации данных проектов уже на территории города Кирова. Почему бы их дальше не двигать? Железно, да? Вот мы сейчас попытаемся связаться. Связаться с Юрием Захаровым тоже нет в городе. Надеемся, что на связи получится. И вот, кстати говоря, на одном из предыдущих эфиров здесь у нас Павел Шахалеев, представитель компании «Новый дом». Он как раз и говорил, что зайдя на территорию Кирова, железно задало новый тренд, и тогда с ним застройщики не соглашались про эти малоэтажные пригороды. А сейчас мы видим, что там жилье продается на корню практически, и люди покупают это жилье. А соседствующие с ним многоэтажные районы пустуют. Здесь рынок, наверное, сам будет отрегулировать, что больше строить, малоэтажки, среднеэтажки или многоэтажки, и в каком районе. То есть плюс экономика. То есть вот здесь, наверное, создать правила игры, определить тренд, который есть, а дальше уже сама жизнь заставит нас делать то, чтобы пользоваться спросом, и то, что мы можем сделать в рамках тех правил, которые установлены государством. А вот развитие темы, что делать с теми кварталами, теми микрорайонами, которые созданы уже на территории города Кирова. Последние 10 лет, да? Пригородные микрорайоны многоэтажные. То есть я считаю, что они должны все-таки насыщаться инфраструктурой, создаваться рабочими странами, причем опыт у нас такой есть. То есть возьмите район, скажем, Филейки, и возьмите центральную часть города. Ведь Филейка живет, ну, скажем так, обособленно своей жизнью, и это неплохо. То есть мы один город, но центры притяжения, они все-таки находятся, ну, скажем, максимально в пешей доступности или в каком-то небольшом удалении, чтобы было удобно, не нужно было ездить через весь город. Прервемся на полторы минуты. Попытаемся в это время связаться с Юрием Захаровым, генеральным директором девелоперской компании «Железная». Продолжим обсуждение тезиса о том, что можно и нужно уплотнять городской центр и на окраинах города строить малоэтажные микрорайоны. Продолжается программа «Урбан». Перспективы развития Кирова. Уплотняющая застройка центра или расширение границ города. Мнение девелоперов. Ну, с девелоперами нам сегодня не очень повезло. С большим их количеством Денис Крутихин заболел. Я так понимаю, что Юрий Захаров пока с нами не на связи. И многие находятся, кто на заседании городской думы, кто, значит, в отпуске, кто в командировке. Если вы девелопер, позвоните самостоятельно, 211-101. Да, но тут, мне кажется, надо сообщить, что проголосовали только что на Гурдуме, проголосовали за концессию, Володя. Да, в новости читаю, вот в последнее время, новость, появившаяся менее часа назад, депутаты проголосовали за концессию большинством голосов. Они приняли вопрос о даче согласия администрации Кирова на заключение конституционного соглашения, которое подразумевает передать объекты теплоснабжения, находящиеся в собственнице муниципалитета, энергетикам. Ну, кстати говоря, Илья Залевухин об этом говорил, когда говорили о центре, и ты у него, Володя, уточнял, что значит, давайте все сделаем в центре, а потом пойдем на окраины. Вот он как раз говорил, что необходимо центр города, а мы уже поняли, что это не только историческое поселение, это гораздо шире, да, необходимо привести его в полный порядок, зонировать, разработать стратегию, переложить все инженерные сети, сделать экологический каркас. Причем он делал акцент, что экологический каркас города, не просто озеленение ради красоты, а именно с учетом экологии, настолько же важно и равноценно в приоритетах, сколько и инженерные сети. Но что касается инженерных сетей, то здесь мы тоже много об этом говорили, они в ужасающем состоянии в городе Кирове, просто в страшном. На протяжении многих лет об этом говорил и ПАУТ, и Плюс, и сама администрация, и все никак не решались заключить вот эту самую концессию. И там, конечно, тоже много сложностей и проблем. Но согласны ли вы, согласны ли вы, Дмитрий, что вот на первоначальном этапе прямо сейчас нужно сделать весь город, весь центр, переложить все теплотрассы? И если да, то почему? Этот вопрос, конечно, актуален. Мы сами видим, что весь город у нас разрыт перед началом отопительного сезона. Не надо здесь быть утопистым. Каждый год и нон-стоп. Не надо здесь быть утопистым, чтобы, скажем, за год, за два, за три мы с этой задачей справились. То есть нужно было искать пути решения данной проблемы. То есть конституционное соглашение – это путь, по которому нужно будет идти. Сколько этот путь займет по времени? Три, пять, десять лет? На 35 лет. Ну, это как бы концессия. Но это не значит, что 35 лет они все будут перекладывать в центр города. То есть вопрос об этом стоял очень давно. То есть те соглашения, которые были в городе по аренде, они практически не работали. То есть мы видели, что муниципальное имущество, оно просто приходило в упадок и те… А сети были муниципальным имуществом? Сети. Есть собственность, скажем, если здесь конкретно говорить. Есть ресурсников, есть муниципальные, но в большей степени износа все-таки это муниципальные сети. То есть вот как раз путь решения данной проблемы, я не скажу, что он хороший или плохой. Здесь я не буду давать оценку. То, что он найден и то, что по нему начали двигаться, это хорошо. Ну вот смотрите, мы почему об этом говорим, о важности этого? Ведь вот сейчас, в последнее время, особенно когда большие федеральные программы начались, безопасные качественные дороги и комфортная городская среда, вот просто правда сердце кровью обливается, когда ты видишь, какие огромные деньги льются и вкладываются в асфальт или в Кочеровский парк, который символ уже стал, мне кажется, того, как мы используем средства. И как это все потом проваливается под землю из-за того, что гнилые сети, и снова вбухиваются деньги, и вот так вот и ничего не меняется. Вот оценку хозяйственной хозяйственности и стратегии можно дать буквально каждым куском земли этого города. И это большая беда. Вот здесь уже не приходится говорить о том, что у нас нет денег, потому что даже то, что в нас вливается, оно просто просачивается, да, как песок просто в зыбучую яму. И это ужасно. И это тоже ведь итог того, что нет стратегического развития. Только это. Только это. Наверное, это и основная причина. А как бы ты, кстати, с точки зрения застройщика, да, уплотнения центра, вот ты получаешь участок, где вроде бы сети рядом, тянуть ничего не надо, вот бери, подключайся. Или тут дополнительная какая-то огромная головная боль? Нет, головной боли здесь нет. Эти правила все-таки не регламентированы на федеральном уровне. Это заключение договора на технологическое присоединение. Причем в основном плата за ресурс берется с единицы ресурса. То есть за куб, за киловат, за гикокалорию. По воде там есть небольшие изменения, по всем остальным за единицу. И неважно, где ты подключаешься, на крайне, либо в центре города ты платишь одну и ту же цену за единицу ресурса. А дальше уже задача ресурсоснабжающей организации осуществить твое приключение, то есть довести трубу, кабель до границы твоего земельного участка, либо, может быть, даже до границы, до стены дома. То есть эти правила, они расписаны четко, контролирует их фаз, прокуратура. То есть здесь и у застройщика, и у ресурсоснабжающей организации, скажем, правила игры точно есть. То есть тут все понятно, да? Тут у вас претензии, никаких нет. Но как, проблема только одна. Ты, конечно, можешь вписаться, врезаться в эту трубу, но сама-то труба дырявая, как решето. Это вопрос уже ресурсоснабжающей организации. Они тебе дали возможность врезаться в эту трубу, либо они ее переложат, а потом дадут тебе возможность ее врезать. Простите, сейчас глупую вещь, может, скажу, а взять на себя застройщику хотя бы частично, замена каких-то коммуникаций? Мы платим за это деньги. А собственник этих сетей, собственник поставки ресурса, он уже определяет, что... То есть здесь, я думаю, что, наверное, правильно, потому что мы не владеем той информацией, мы не владеем той ситуацией, которая по этому ресурсу... Вот конкретно по этой сети? То есть, может, ему надо не здесь, может, ему надо там за два квартала что-то сделать, и чтобы было все хорошо. То есть здесь все отдано тому, кто этим управляет, тот, кто обязан этот ресурс поставлять. Смотрите, но, тем не менее, вот мой вопрос остается все-таки, согласны ли вы с тем, что сейчас, например, в течение ближайших 3-5 лет нужно максимальное внимание уделить именно территории Большого центра Кирова и умыть этого ребенка, сделать все, сделать зонирование и провести социальные исследования, социологические, да, выявить социальные потребности горожан, в каждой зоне присвоить некий статус, понять, как там должен развиваться, например, бизнес, как должна развиваться там транспортная сеть, экологическая сеть, вбухать туда деньги по инвест-программам или по концессии, по инженерным сетям, убрать провода под землю и прочее. Или это невозможно сделать? И надо так это... Умыть ребенка, это не означает, что не нужно делать нового. Ну, давайте я поясню, почему тут ребенок, звучит это слова Ильи Залевухина, которые прозвучали на Орбан-форуме, он там вспомнил этот анекдот про грязного ребенка, этого отмыть или новых наделать. Давайте этого, он сказал, да, отмыть. Начнем, да, отмоем. Я бы здесь одно не исключал, что одно исключает другое. То есть нужно заниматься как центральной частью города, так и смотреть расширение его вширь. То есть новые микрорайоны, новые участки земли, их все равно нельзя забрасывать. Почему? Потому что потребность в жилье у жителей города оно есть. Почему это оно есть? Это накопившиеся, скажем, за предыдущие годы потребность, которая была нереализована. Слушайте, но вы сами говорили, что у нас рынок жилья два года стагнировал, пустые стоят дома, непроданные квартиры. Это не означает, что у людей на сегодняшний момент есть возможность свою потребность реализовать. Но механизмы появляются. То есть та же ипотека, снижение процентных ставок, она все больше людей вовлекает в эту... Уже не снижаются. Но, во всяком случае, они исторически низкие. То есть у нас там 10% никогда не было. Поэтому люди так или иначе все равно будут улучшать свои жилищные условия. Без социальной инженерной инфраструктуры. Мы сейчас говорим о потребителях. То есть потребитель, он все равно будет рассчитывать на те денежные средства, которые у него есть, и он будет под эти денежные средства подбирать себе... И жить в чистом поле в многоэтажке. Может быть так, чем жить по пять человек в однокомнатной квартире с подселением. А мы сейчас говорим о том, что если мы умоем центр и все здесь делаем, здесь возникнут в том числе и жилье... Это не значит, что здесь извезти дешевое жилье. То есть оно все равно будет в априори дорогое. Смотрите, тогда все-таки мы возвращаемся к той же системе, которая существовала у нас долгие годы. В чистом поле, в глиняной... Но это не значит, что в чистом поле должна быть 25-этажка. А они у нас растут, эти многоэтажки, без инфраструктуры, без общественного транспорта, без поликлиник, без школ и прочего. При этом это должен все делать город, всю эту инфраструктуру, у которого не хватает денег ни на центр, ни на районы. Я тогда... Мы возвращаемся на ту же самую точку, Дмитрий. Нет. Я думаю, что развиваться должна как и окраина города, так и центр города. Должна. Но можем ли мы это сделать? Пока что город ни с тем, ни с другим не справляется. Пока я не знаю возможности города в этом направлении. Как вы не знаете? Вы с ним работаете? Не знаю, какие возможности есть у него для решения данных проблем. Почему? Потому что реноваться, скажем, города, в самой исторической части, она не может пройти быстро, одномоментно. Этот процесс очень длительный. Он растянется на десятки лет. То есть это не по щелчку пальца все произойдет. Строить в чистом поле гораздо проще. Я понимаю, что вам строить в чистом поле проще. А потом предъявляли городу, что мы построили в глиняном поле дом, а вы нам давайте тут все остальное не ценить. Причем проще не только застройщику, но и проще муниципалитету. Почему? То есть смотрите тенденцию последнего времени. Когда у нас появляются деньги на школы и детские садики, их строят не в центре, их строят на окраинах, то есть в новых микрорайонах. Почему проще построить детский садик на 200, на 300, на 500 детей, школу на тысячник, это меньше затраты на одного обучающегося либо на одного воспитанника. И сразу такой большой объем детских мест в школьных либо школьных местах появляется. Это сложнее. Да, при этом отсутствие рабочих мест для родителей этих детей, при этом отсутствие социальной инфраструктуры, чтобы там можно было и время проводить, и не выезжать в центры. И весь комплекс проблем, которые возникают в связи с этим строительством. Вот если хотите, я свой пример могу привести. Он, по-моему, яркий тут вписывается. Я проблему с собственным жильем решал ровнехонько год назад. Я изначально понимал, что я категорически не хочу ехать в новый микрорайон. Да, за те деньги, за которые мы приобрели, я мог приобрести более-более новую. Но я, а, не хочу категорически каждый день ездить на машине, встать в пробках, я хочу 20 минут ходить до работы пешком, и я хожу до работы пешком. Я хочу, чтобы ребенок мой, дети мои не шли далеко в детский сад и в школу, потому что это все под боком. И в итоге мы приобрели... В центре. В центре, в далеко не свежем доме. Да, да. Да, в Крущевке. Но, тем не менее, это центр, рядом парки, школы и садики. И вот такая вот история, да. Но одно не исключает другое. Одно не исключает другое. Это не так, как я говорю еще раз, 25-этажки, это же те примеры, когда она строится по 3-4-5 этажей, то есть это может быть не такое многоэтажное жилье, а вопрос... И вот жалко, что у нас сейчас нет здесь Крутихина с Железно, потому что кардинально разные подходы как раз застройки окраин. Там КССК строит многоэтажки, Железно строит малоэтажки. Вот здесь вопрос как раз администрации, то, что она должна быть локомотивом. Они должны регулировать, да? Она должна принять правила игры. Если я хочу на экранах малую этажку, среднюю этажку, я ей ставлю такие регламенты, по которым строители будут здесь строить. На сегодняшний момент это все отдано на откуп больше застройщику. Естественно, здесь каждый застройщик стратегию своей возможности производственные реализует. Прибыль? Прежде всего у бизнеса прибыль? А давайте начнем с того, что в уставе каждого предприятия коммерческого написано это извлечение прибыли социальных вопросов. В устав мы даже в силу нашего гражданского кодекса записать не можем. Почему тогда, Дмитрий, возникают такие разные стратегии у застройщиков? Какие-то берут на себя обязательства и даже сами инициируют строительство детских садиков, школ, вкладываются в это, дорог, подъездных путей и остановок, а какие-то говорят, нет, мы тут воткнули эту свечку, а вы будьте любезны, это не наши обязанности, город сделайте все. Ну это вопрос стратегии поведения на бизнесе, и насколько ты свой бизнес видишь на 5 лет, на 50, на 100 лет, да, то есть... Но цель остается одна и там, и там, извлечение прибыли. И там, и там. Извлечение прибыли. Вопрос, как я говорю, цели добиваться, вот это как раз занимается каждый руководитель каждого предприятия по отдельности. Здесь одного точно шабуна не будет. А у вас ощущения сейчас какие, да? У нас, вот как говорил Павел Шахалеев, тренд сломался, и очевидно, что люди и рублем голосуют за те девелоперские компании и за те микрорайоны и дома, где социальная ответственность бизнес взял на себя и строят сам инфраструктуру, или нет, мы все равно будем жить вот в ситуации, когда множество застройщиков будет строить дома без инфраструктуры, потому что это позволяет им и законодательство, да, ну и как бы и логика, или все-таки нет, все-таки действительно все теперь уже за компанией там перестраивается. Вот и вы же раньше не строили встроенных садиков в свои дома. Тренд появился новый, то есть можно делать еще и вот так, да, то есть у потребителя появилось больше возможностей выбора. Вот что потребитель сейчас вот делает? А это вопрос на потребителю, вот потребитель сидит напротив нас. Что вы хотите узнать о потребителе? Я выбрал инфраструктуру. Но у кого-то есть и другая потребность, и почему мы должны за него решать, что ему выбирать. Я думаю, что вот таких потребителей с каждым годом все будет становиться больше, больше и больше. Которые не думают сегодняшним днем, да? Которые думают о перспективе. Не думают не то, что где я сегодня буду спать, а где будут учиться мои дети, и куда я послезавтра пойду на работу. Поэтому вот когда тренд у потребителя будет меняться, застройщик будет вынужден следовать либо этому тренду, либо просто уйти с рынка. Причем уходящих с рынка мы уже видим. Прервемся на полторы минуты и продолжим наш разговор о перспективах развития Кирова, центра его и окраин. Продолжается наше общение. Дмитрий Сергеев в студии, генеральный директор строительной фирмы «Маяковская», депутат ЗАГС Собрания Кировской области. И к нам за 10 минут до окончания эфира присоединился Юрий Анатольевич Захаров, генеральный директор девелоперской компании «Железно». Юрий Анатольевич, добрый день. — Да, добрый день. — Да, добрый день. Спасибо, что вышли на связь. Давайте сразу к делу. Не будем напоминать, кто такой Илья Заливухин. Вы были на этой как раз-таки сессии на Урбане. Ваше мнение? Сегодня мы подробно обсуждаем до развития... — Центра или окраины. — Центра или окраины, да. Можно ли уплотнить центр и как это сделать? — У меня такое ощущение, что вы немножко иной точки зрения придерживаетесь. Я сужу просто по опыту деятельности компании «Железно». У вас все-таки нет центра в основном, да? Поясните, пожалуйста, вашу позицию. — У нас, в основном, центр. Мы застраиваем окраины. С чем я не согласен? Вернее, не то, что не согласен. Я поддерживаю концепцию, что город должен строиться по принципу более плотный центр и более разряженные окраины. В общем-то, в этом формате мы строим пригороды, потому что этажность там от пяти до шести этажей в среднем. Что касается темы уплотнения центра. Проблема в том, что в нашем случае, в городе Кирове, уплотнить центр очень сложно, потому что те программы, которые работают в городах типа Москва, Санкт-Петербург, когда в том числе и муниципалитет финансово помогают расселять эти объекты, либо цена квадрата метра позволяет расселить малоэтажное жилье, это строить на это месте более плотное, высокоэтажное. То в городе Кирове это очень слабо, скажем так, вяжется с текущей ценовой политикой. — А выход есть? Условия, при которых мы тоже сможем пойти по этому пути в рамках Кирова? — Ну, это участие в муниципальных денег, на мой взгляд. Это первый формат. Второй формат — те проекты, которые сейчас можно реализовывать без расстеления. Это, ну, например, микроверн-движники. Это действительно центральная часть города Кирова, с одной стороны, с другой стороны, она не застроена. И при достаточно разумных затратах позволяет увлечь ее в достаточно большой деловой оборот. — Что касается промышленных зон в центре Кирове, которых много, как выяснилось, да, вот мы сталкиваемся с тем, что их много. — Заброшенных, полузаброшенных. — Они накладывают ограничения на зоны там определенные. Да, есть развивающиеся, а есть абсолютно заброшенные. С этим надо работать? — Ну, безусловно, надо. Но, опять же говорю, идеальная история, когда сам бизнес может поспособствовать такому переселению. Когда цена земли стоит того, чтобы вывезти оттуда промышленные предприятия, построить ее на новой локации в Тригороде, а эту землю вовлечь в оборот и компенсировать те затраты, которые связаны с переездом данного предприятия. — Цена земли должна быть низкой? — Низкой? — Нет, наоборот, стоимость земли или привлекательность для девелопера этого земельного участка должна быть очень высокая. Тогда экономически целесообразно переселять его за город. Это промышленные предприятия. — Но город-то должен как-то как этому способствовать? Что он может сделать? — Ну, первое, что может сделать город, это обеспечить новые локации, в том числе для промпроизводства, инженерными системами. Инженерным обеспечением. То есть дороги, коммуникации, ресурсы. Если у нас появятся некие локации, которые будут приоритетно развиваться как производственные площадки, то это, опять же, станет интересным для бизнеса. Еще одна история — это создание неких льготных экономических зон, так называемых. Много в России программ, в которых можно поучаствовать. Это промплощадки, это свободные экономические зоны и прочие истории, в которых создается налоговый режим, который будет, опять же, привлекать предприятия переселяться из центра города в эти локации. — Спасибо, Юрий Захаров, гендиректор девелоперской компании «Железно». И Юрий Анатольевич прямо озвучил то, что в процессе сейчас обсуждения промзоны у меня тоже в голове проблеснуло, что мы начали с этого обсуждения с вами, Дмитрий, и про промзоны, какое количество их тут осталось, и что с ними делать. С ними никто ничего не делает вообще. Они вот стоят и стоят. — В общем, если простым языком сейчас подэтаживаться, и одновременно, Володя, вот эти промпарки, которые из 5.3 у нас закрыли, вообще никто в эту сторону не думал, что город принимает решение предоставить, вместе с областью, проанализировать эти производства, предоставить им максимально льготные условия для выезда. Не так, кстати, далеко, недалеко от Кирова есть промпарк. — Ты сейчас в какую сторону показываешь? На восток? — За Старый мост. — Да. И таким образом эти производства из города вывести, очистить территорию для застройки, для социальных учреждений, и обеспечить город максимальным количеством площадей, которые могли бы освоить девелоперы. Что вы думаете, есть здесь рациональное зерно, Дмитрий? — Это вопрос, наверное, экономики в большей степени, а не какого-то политического решения. — Но без политических решений у нас ничего не бывает. — Здесь есть предприятия, которые просто на сегодняшний момент не существуют, а промышленные территории остались под ними. То есть у нас еще этот, как бы скажем, класс не освоен. Не говоря уже, это следующий, наверное, будет шаг, это когда мы будем уже переводить действующее производство. — Но делать это надо? — Я думаю, что это, опять же, вопрос времени, вопрос тренда. То есть этот тренд задан, то есть он будет дальше продолжаться. — Вот это один тренд, а второй вы начали с Володей обсуждать в перерыве по поводу реновации. — Реновация? Да, вот сейчас просто Юрий Анатольевич говорил, и у меня еще более навязчиво в голове крутится термин «реновация». — Это как раз один из элементов, когда можно использовать бюджетные денежные средства на преобразование территории. — Мне кажется, это соприкасывается. — Закон будет приниматься в Госдуме, но Кировское Заксобрание этот закон поддержало. — То есть будет реновация? А это значит федеральные деньги или какие? — Пока четкого механизма нет. — Там с финансированием, наверное, в любом случае. — Сейчас принимается механизм, но вот как бы я это видел, скажем, в перспективе. То есть это механизм направлен на решение проблем расселения из ветхого аварийного жилья, и на решение этих проблем все равно бы федерация, наверное, будет выделять денежные ресурсы. Но при софинансировании региональных муниципальных бюджетов, а также увеличении небюджетных источников, коими могут являться девелоперы для того, чтобы освободить территорию. — Когда мы с вами сегодня за два часа обсудили множество вопросов и аспектов, вот сейчас, глядя на ресурсы, которыми и на данный момент обладает город, но не используют, у меня сложилось ощущение, что у Кирова ресурсов полно для того, чтобы развиваться как современный город, предоставить возможность девелоперам развивать город, развивать инженерные сети, обеспечить прекрасным жильем, социальной инфраструктурой, зелеными каркасами и прочим, просто это не используется грамотно. — Просто нет понимания, что мы делаем, потому что нет стратегии развития. — Вот. Есть где? — Ресурсы-то есть. — Есть. Есть кому? — А все ли упирается в деньги? — Не всегда. — В нашем случае? — Когда есть идея, когда есть механизм ее реализации, деньги искать гораздо проще, чем когда у тебя нет понимания, что ты можешь делать завтра, послезавтра. — А у нас на первую... — А у нас нужна стратегия не на завтра, послезавтра, а лет на 10-15, а может быть и 50 вперед. — А еще у нас говорят, дайте нам денег, мы стратегию тогда разработаем. — Да. — А это уже поздно. — Это неправильно. Телега впереди лошади получается, а лошадь — это стратегия. — В общем, две минуты для того, чтобы подытожить. У нас опять созрел пакет, видимо, каких-то предложений в адрес муниципальной власти. Подытожим, да? Нам нужны правила землепользования и застройки, чтобы они не были ориентированы на сегодняшний день, а чтобы они на перспективу не работали. — Нет, правила — это не то, что перспектива, это то, что действует сейчас. — Нам нужен четкий, красивый, перспективный генплан. — У нас должна быть стратегия развития города. Генплан — это составляющая только, это механизм. Точно так же, как и правила землепользования. Стратегия развития города, которая, вот мы же зачитали, которая включает в себя несколько вещей. И, кстати, первый ставят — это социальная стратегия. Вот социальная. — То есть люди во главе. — То есть эти люди, которые здесь живут, сколько этих людей будет, каковы у них потребности, где они будут работать, учиться, рожать, отдыхать. Из этого мы исходим. Правильно я понимаю? — Абсолютно. — Еще? Продолжайте. Или все проиграем? — Дальше мы говорили уже, от этого идет экология и инженерная система и стратегия, дальше транспорт и зонирование, и зонирование очень важно, мы об этом говорили, а дальше уже весь инструментарий, экономика и управление, а дальше уже весь Володя инструментарий. — И как раз генплан как инструмент планирования? — Это только инструмент. Генплан, фонды, средства, федеральные, муниципальные, инвестиционные и прочее. Это инструменты. А у нас нет вот головы. А руки, ноги. — Ну давайте уж не будем на такой печальной ноте. У нас головы нет. Есть у нас голова. — Да? — Просто на ней, наверное, кое-что лишнее, может, в ней есть. — Чтобы есть, да? — Лапша на ушах. — Бродит, может, ее как-то повыкидывать, это все лишнее, и более конструктивно сосредоточиться на тех вещах, которые мы сегодня обсуждали. — Ну, в общем, смотрите, это хорошо, что мы вообще это теперь обсуждаем, и слава богу, что в эти обсуждения вовлекаются теперь и бизнес, и общественность, и люди начали думать об этом, потому что вот вы же отметили, что люди тоже начинают менять тренд и голосовать. — Рублем. — Рублем. — Потребители начинают голосовать рублем. — И они-то как раз свою стратегию стали, несмотря на любое состояние страны, свою стратегию долгосрочную выстраивать. Люди хотят жить, понимая, где они будут и как они будут жить через 3, 5, 10 и 20 лет, и их дети тоже, и это очень важно. Будем продолжать обсуждение всех вопросов, которые были подняты и на урбанистическом форуме, и которые мы поднимаем в процессе дискуссии здесь, в нашей программе «Урбан». Я думаю, что ближайшую программу «Разворотный бизнес» мы так или иначе тоже с городом будем связывать. Это будет следующая среда. А сейчас благодарим нашего гостя Дмитрия Сергеева, генерального директора строительной фирмы «Маяковская», депутата законодательного собрания Кировской области. Кстати, «Урбан форум» открывал в числе прочих Владимир Васильевич Быков, председатель УЗС, который сказал, что мы, как законодатели, будем поддерживать законодательно ваши решения и готовы менять все нормы и правила. Вот ведь. — Все правильно. — Да. Заканчиваем программу «Урбан». Владимир Сметанин, Светлана Занько. И сейчас будут новости, тематические программы и реклама. А в начале следующего часа замечательный совершенно у нас будет гость Джилета Кезе, итальянский журналист в интервью. Урбан. Программа о городских проектах.